добрый день здравствуйте дорогие любители леса сегодня мы рассказываем про редкий млечник это лактариус глициозмус или млечник ароматный ну вот он как мы его посмотрим встречается редко ну у нас он ред редок так может где-то и растет больших количествах очень походь и не даром его назвали ароматный пахнет что-то то ли они сам то ли парфюмерии какой-то очень мне что-то вот как на конфетной фабрике пахнет да вот такой вот он так немножко среднего ну похоже на горькушку даже до горькушку красный алый похож такая тоненькая ножка а вот кстати рядышком смотри зональный такой хорошо хорошо вот эта зона хорошо видно как видите он небольшой по размеру и шляпка тоненькая и ножка вот сейчас видно вот эти зоны да так теперь эту ножку покажи ножку и пластинки но ножка не не полая цельная гонки мухристые коричневатые жеватые так сок есть у него вообще-то он читает сам личник но сколько очень мало он сухой а вот соли смотри кстати ты нарушила пластинки видишь и вот и они ну еще раз делай вот прям наружу сейчас мы посмотрим ну очень важный момент что вот действительно он такой невзрачный но запах фантастический запах конечно интересно то что мы его здесь встретили когда четыре дня назад взяли несколько грибочков домой и они лежат и и пах такой аромат пахнут и второй по такой аромат стоит упота как дохнет дохнет так вот я его разрезала вот мы определяем справочнику федорова потому что у него больше всех млечников в иностранных справочниках вообще толком млечников или куда-то там в одну сторону ну вот федоров определяет его как съедобный гриб 3 условно съедобный четвертой категории все-таки это маленький идет до идет на засолку и маленький маленький тонкомясистый тонкомясистость его примерно такая как у краснушки то есть его растет много но собирать его конечно не сильно веселое занятие ну и плюс еще запах я не знаю мы честно скажем сами не салили его потому что очень аромат ведь и вот шляпка с маленьком и едва заметный такой как бы пимпочкой зональность есть может быть бугорочек серо-серолиловатый вот именно не в розовости в какой-то лиловость может быть но в целом конечно особого желания это нет его собирать потому что сейчас растут все грибы вот в данный момент и поэтому как-то так вот время на него где где он растет вот где он растет вот это опушка леса молодые вот сосенки молодые березки там нормально там нормальный большой лес вот и здесь вот вот у него семья такая да он они всех возрастов всех возрастов размеров маленькие большие вот эти так более розовый например а вот смотри с подогнутым краем за молодой положил кай подогнутым маленькие грибочки вполне красивые даже ну вот не лениться можно насобирать конечно этих лесников ну здесь что можно сказать ну экзотика наверное вот именно вот с таким запахом вот значит это как к лицу глициозмус да но вот такой пахучий а у этого такой дырка есть ножки внизу наверху вот и нет почему-то вот такие вот они край вот подвернут видите в серединке воронковидность некоторая как как и семь летники он такой хрупкий ломкий можно поэкспериментировать может действительно набрать такой будет вкус может что мы просто все ахнем да и растет много наберись набрать можно да ну вот да мы не горький не горький довольно приятный на вот такой вот млечник ароматный он даже и крупный есть но вот сейчас очень большое разнообразие в лесу фантастической растут все рода все виды и млечники и паутинники а сыроежки в просто хоть коси этих колпаков немерено ну и вот среди них вот этот млечник ароматный сегодня у нас 10 сентября 2016 года так что дорогие друзья подписывайтесь на наш канал ставьте лайки мы будем рассказывать про разные разные грибы отвечать на ваши вопросы ждем вас на нашем канале спасибо добрый день дорогие друзья вот сегодня мы набрались смелости и ставим небольшой эксперимент заехали буквально вот тут просто сфотографировать вот эти вот грибочки да ну они называются млечники ароматные лактариус глициозмус ну и мы решили все таки их набрать да и попробовать да попробовать насколько они вкусны ну чтобы иметь собственное мнение по поводу то что в справочниках пишут что гриб хорошие замечательные все но единственное что чем он удивляет это запахом он пахнет очень сильно вот и какой-то даже не знаю ванильный анисовый да ваниль с анисом ну вот у меня такое вот чувство как на конфетной фабрике вот такой вот как он себя поведет что с ним дальше будет не знаем сделаем такой эксперимент попробуем их но они вообще-то не горькие нет они не горькие играл такой запах и вообще удивительно причем вот эту кучку ну набрали за полчаса буквально мы его нашли мы его когда нашли на этом на в лесу сфотографировали уехали в город там уже дома стали смотреть думать что бы не набрать там немного было а сегодня сегодня когда зашли там их попробовать взяли вот они очень интересные на некоторых видны концентрические кольца сейчас вот расскажи да да вот такой цвет какой-то мощный вид bear вот и он открытый Build были на консентре фабриаре и вот по краю если вас смотреться по краю все таки вот есть какой-то рубчик небольшой а в центре маленькая пимпа такая как это называется там Бугородчик Он не на всех И самое интересное Что они совершенно сухие На ощупь Абсолютно сухие Пластинки у молодых грибов Более светлые как всегда У старых более темные Ну и такие рыжеохристые Даже не знаю как описать А этот вот Как его называют Ножка Нет молочко какого цвета А вот я даже не вижу Вот видите У некоторых экземпляров Есть дырочка в ноге У некоторых нет дырочки в ноге Тоже непонятно Как они И собирается интересно Ножка отламывается моментально Два пальца под гриб Щелк и она отламывается У основания Мякоть светлая Почти белая Чуть-чуть молоко выступает Белая Чуть-чуть Покажи мне мякоть 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 Саму Вот ага Вот как-то вот так На вкус он не горький Не знаю надо ли его Вымачивать Как его солить Да нигде Вообще в литературе Он не описан И самое главное Что никогда на этом месте Они в таком количестве не росли Ну там может один, два, три Тут вообще какое-то сумасшествие И вот хотим попробовать Что это за грибы И как В общем сейчас мы их засолим Когда засолятся Сделаем дегустацию И расскажем Будем знать уже Сами Можно будет в книжках писать Какую на самом деле Потому что Мы нашли описание У Фёдорова По-моему Да? Да У Фёдорова Вот Млечник ароматный Да Там он есть А Большой энциклопедии грибов Там вообще его нет Хотя там 1500 видов Описано И якобы Хорошо Ну вот Такой вот млечник Сейчас будем солить Спасибо Спасибо